От тактики к стратегии, от локального к общему. Как улучшить состояние спортивной отрасли в России, что нужно для этого сделать в первую очередь. Именно об этом сегодня шла речь на Всероссийском семинаре-совещании, посвященном проблемам развития физкультуры и спорта в нашей стране. Тема Ольги Богословской. С подготовленным докладом руководитель главного спортивного ведомства страны решил не выступать, взяв только вступительное слово. Монолог получился о наболевшем. Гнева не было, но говорил в сердцах. Я вам прямо скажу, какой-то оценки пока со стороны Федерального центра развития физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации нет. Вы кайфуете просто. Примеров для подражания немало, но и вопиющие факты по-прежнему есть. Допустим, Иркутская область, Иркутск, в центре города огромный спортивный комплекс, стадион, физкультурный, спортивный зал огромный, знаете, такой баскетбольный, волейбольный центр. И все это отдано под рынки. Ну как и такое может не поразить. Тот пример, о котором говорил Виталий Леонтич, о котором говорил в свое время президент России, это объекты спорта разного уровня, федерального и регионального, которые принадлежат организациям профсоюзов. И в городе Иркутске располагается один из таких объектов. Это объект, это спорткомплекс, спорткомбинат труд, который принадлежит региональной организации профсоюзной. Если трудности объективны, поддержка гарантирована тем, у кого одни отговорки поставят на вид. Голову в песок спрятать не удастся никому. Есть объективный показатель работы, количество вовлеченных в занятия физкультурой и спортом. По этому критерию был выведен рейтинг субъектов Российской Федерации. Удручающие 3% отбросили, к примеру, Ингушетию в конец списка. Оставаться в числе отстающих желающих нет. У нас в республике очень большая проблема со спортивными сооружениями. Мы только в этом году с помощью главы республики построили 5 культурно-оздоровительных комплексов. Значит, эти 3%, я думаю, уже они не будут 3%, если мы сейчас их пересчитаем. Хотя стратегия развития отрасли на ближайшие 8 лет строилась на основе итогов 2010-2011, готов обойти стороной главное спортивное событие этого года было невозможно. Результатом, показанным россиянами на играх в Лондоне, дана высокая оценка. Но завидное выступление паралимпийской сборной совсем не означает развитие инвалидного спорта в нашей стране. Если говорить о развитии спорта среди инвалидов в регионах, то мы видим, что всего 1,5% вовлечены в занятия спортом и созданы такие условия в регионах. То здесь, конечно, очень много предстоит сделать. Время перемен уже пошло. Министр спорта Российской Федерации предложил собравшимся сверить часы. Ольга Богословская, Валерий Харланов, Вести Спорт. Ольга Богословская, Вести Спорт.